Это программа «День с толком» в студии Елена Макаренко. Здравствуйте! И далее коротко о главных темах выпуска. Вот это полыхнуло. Конструкции рухнули, бизнес подсчитывает убытки. Изменилось ли качество воздуха после крупного пожара в Барнауле? Отрезанные от мира жители отдаленных сел не могут оплатить налоги. Самое первое в Белокурихе нарядили елку в цветах российского флага. Вредные вещества в воздухе Барнаула обнаружили специалисты Краевого центра гигиены и эпидемиологии. Это следствие крупного пожара на складе. На ликвидацию возгорания ушли почти сутки. В тушение огня пришлось задействовать больше 200 пожарных и несколько десятков единиц техники. К месту происшествия прибыл пожарный поезд. В воскресенье около трех часов дня пожарные получили сигнал о возгорании в складском помещении на Павловском тракте. Площадь пожара оказалась масштабной – 6000 квадратных метров. На ликвидацию пожара задействованы 22 единицы техники, 79 человек личного состава от МЧС, развернут оперативный штаб. Спасателям удалось не допустить перехода огня на здания, расположенные рядом, в том числе на административное трехэтажное, и тем самым избежать еще более масштабного пожара. Однако отметим, что в сгоревшем складе находились емкости с горючей жидкостью и автомобильная резина. Открытый огонь спасатели ликвидировали еще вчера поздно вечером, однако полностью потушить пожар удалось лишь сегодня. Отметим, что арендаторы помещения начали подсчитывать убытки, которые они понесли в результате инцидента. А первые пробы воздуха специалистами показали наличие загрязняющих веществ, при этом повторные их не выявили. Представительство военно-социального центра Министерства обороны России открылось в Барнауле. Его сотрудники будут помогать военнослужащим и их семьям оперативно решать разные проблемы в живом формате. Ранее по таким вопросам контрактники, призывники, мобилизованные обращались на прямую линию федеральной службы или в московский офис. Теперь для них все должно упроститься. Подробности в сюжете Данила Кузнецова. Новый военно-социальный центр с сегодняшнего дня заработал в Барнауле, а именно в краевом отделении Федерального фонда «Защитники Отечества». Здесь, обещают его создатели, смогут полноценно решать проблемы участников СВО и членов их семей. К слову, первые обращения уже начали поступать. Я родился по выплатам от Министерства обороны сыну, служащему на СВО. Выплат нету. Ждем, не знаю, разбираться будем. Полтора месяца отслужил, а выплат нету. Ранее филиал фонда «Защитники Отечества» помогал в основном тем, кто уже вернулся на гражданку. Вопросы служащих и их семей старались тоже брать во внимание и решать. Но не всегда получалось оперативно, поскольку это предполагало выход на Министерство обороны. Сейчас это не проблема. Ребята приходят к нам, здесь их встречает социальный координатор военно-социального центра, берет информацию, берет проблематику. Эти вопросы мы отправляем в Москву, в Министерство обороны. И Министерство обороны быстро, оперативно нам дает уже обратную связь, где находится военнослужащий, что с ним там. Ранее бойцы и их семьи могли получить помощь разве что в московском офисе или по телефону федеральной горячей линии. Теперь для решения вопросов есть отдельное окно. Скорее всего, оно будет пользоваться большой популярностью, поскольку военнослужащие в принципе часто обращаются в филиал фонда «Защитники Отечества». Есть и дальнейшие планы по помощи бойцам. То, что мы планируем, да, у нас есть определенные моменты. Сейчас мы обсуждали момент – это оказание медицинской помощи военнослужащим, которые здесь находятся в отпуске. Есть определенные решения государства и будем потихоньку их воплощать. Также теперь в отделение фонда могут обратиться родственники, которые не могут найти своего бойца в зоне СВО. Специалисты помогут узнать статус военнослужащего. В случае гибели солдата посодействуют с поисками его останков. Однако для этого родные разыскиваемого должны принести свой образец ДНК. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. Доходы краевого бюджета на 2025 год выросли почти на 13 миллиардов рублей. Существенный прирост произошел за счет увеличения трансферта из федерального бюджета. На профильном комитете АКЗС уже скорректировали законопроект бюджета Алтайского края на следующий год. Доходы бюджета ко второму чтению прилично увеличиваются по отношению к первому. На полтора миллиарда увеличиваются собственные доходы бюджета Алтайского края. И порядка 12 с лишним миллиардов увеличиваются безвозмездные поступления с федерацией. Таким образом, общий объем доходов краевого бюджета в 2025 составит 180 миллиардов рублей. Расходы тоже изменятся. Вырастут на 12 миллиардов, что в конечном итоге составит 192 миллиарда рублей. Александр Локтев пояснил, что при подготовке законопроекта бюджета ко второму чтению от комитетов и фракций АКЗС поступило больше полутора сотен поправок на сумму около 20 миллиардов рублей. Многие из них учли. Так, на 200 миллионов рублей увеличат финансирование сбалансированности бюджетов муниципальных образований. На 100 миллионов вырастут субсидии по программе поддержки местных инициатив. Вырастет финансирование социальной сферы образования здравоохранения. Законопроект бюджета края рассмотрят на сессии 28 ноября. Для этого депутаты вернутся к его первому чтению, чтобы утвердить корректировки. Жители ряда небольших населенных пунктов края не могут оплатить имущественные налоги. Они рассказывают, что не получили уведомления ни по обычной почте, ни по электронному личному кабинету. А между тем, оплатить налоги нужно до 1 декабря. Осталось всего несколько дней. Так в чем же проблема? Как ее разрешить? И можно ли оспорить пеню за неоплату налога, если уведомление к вам так и не пришло, знает Анастасия Дороган. Меньше недели, как на ваши неоплаченные налоги, начнут начислять пеню. До 1 декабря россияне должны оплатить транспортные, земельные и имущественные налоги. Но вот незадача. Жители разных районов края жалуются нам, что до сих пор не знают, сколько же должны налоговикам. Уведомления до сих пор не дошли. Я вот то прюнула на все, и по прошлогоднему заплатила, и все. Я спокойно теперь встречаю 1 декабря. У меня такое же самое количество паев, три. А я-то два продала, на следующий год мне за один пай. Вот тогда будет проблема. Проблема не только с уведомлениями по почте. Личные кабинеты на госуслугах и на сайтах УФНС тоже пусты. Завела кабинет в налоговой службе, прям вот на телефон установила. Захожу через госуслуги, там тоже ничего нет. Короче, я успокаиваюсь и все. Ну, будет просрочено, будет просрочено. Но вот даже в налоговом ничего нет. Особо совестливые платят наугад, другие решают довериться вселенной. Ведь документы задолженности уж точно должны получить. В Краевом управлении налоговой службы поясняют, уведомление действительно может не прийти, если сумма налога меньше 300 рублей. Это нововведение года. Но если вы ежегодно платите гораздо больше, стоит самим обратиться в налоговое отделение или в МФЦ, который выступает посредником между вами и налоговиками. В МФЦ тоже, да, можно подать заявление на получение уведомления. И МФЦ имеет возможность сформировать это уведомление с использованием межведомственного документа оборота электронного. Либо, если не получили такое уведомление МФЦ по межведомственному документу обороту, направляет это заявление физического лица в налоговые органы. В течение пяти рабочих дней налоговые органы изготавливают уведомления и передают через МФЦ непосредственно налогоплательщику. Еще одна точка, где вам могут помочь – территориально обособленные рабочие места – Тормы. Например, в Михайловском, Хабарском, Крутихинском, Павловском и еще 35 районах и городах края отделений налоговой нет. Поэтому жители могут обратиться в ближайшие к ним Тормы, в Рубцовске и Камни-на-Аби. Каждый день неоплата на сумму вашего налога будет начисляться пеня – 1,03 от ключевой ставки, а ставка подросла. При этом по закону отсутствие уведомления не освобождает от ответственности за неуплату. Либо это звонит на горячую ливню, либо приезжать уже, либо непосредственно в МФЦ пройти и узнавать, тогда помочь, откройте, пожалуйста, посмотрите. Но это сейчас обязанность возлагается именно на гражданина. У нас налог в силу закона, в силу налогового кодекса не может увеличиваться более чем на 10%. То есть, если есть какие-то сомнения, можно заплатить больше на 10%. Если вы заплатите больше, эти деньги могут быть возвращены или зачислены в счет будущих платежей. Зато спасут от статуса должника и ежедневной пени. Но вопрос, почему люди не получают уведомления в электронном кабинете, так и остался без ответа. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. 1 марта 2025 года – дата, до которой все экскурсоводы страны, а также инструкторы-проводники должны пройти обязательную аттестацию. Ее ввели для того, чтобы навести порядок в этой сфере и обезопасить туристов от предоставления некачественных услуг. Как идет процесс аттестации в Алтайском крае, а также опыт других регионов, обсудили сегодня в Барнауле на 11-м по счету Сибирском съезде экскурсоводов и инструкторов-проводников. Туризм в Сибири набирает обороты на открытие съезда. Этот факт подчеркнули депутат Государственной Думы страны и губернатор Алтайского края. Сибирский федеральный округ в этом году вышел в лидеры по приросту туристических поездок. И я считаю, что это не предел. И перспектива у вас гораздо больше, гораздо шире. С каждым годом появляется все больше возможностей для путешествий на Алтае и зимой, и летом. Уверен, что совместными усилиями государства и бизнеса мы справимся с поставленной президентом России задачей сделать туризм одним из заметных драйверов экономики страны. Сейчас одна из основных задач, которые предстоит решить, в том числе в нашем крае, аттестация экскурсоводов и инструкторов-проводников. Председатель комиссии по аттестации в нашем регионе Ирина Слесарева сравнила процесс с больницей, в которой после отсеивания шаманов и предсказателей лечить людей остаются специалисты с опытом и дипломами. Процесс аттестации непростой даже для экскурсоводов с большим стажем, отметили сегодня гости из Бурятии. Отсев идет большой, потому что все-таки аттестация, вот это тоже такая палка о двух концах. С одной стороны, ты должен быть уже опытным, у тебя должен быть уже опыт, то есть ты должен понимать, сколько километров проехать, куда посмотреть, налево-направо, какой объект выбрать для показа, для рассказа и так далее. А с другой стороны, подразумевается, что без аттестации работать как бы и нельзя. То есть приходится понимать, что какое-то определенное количество сероналовичков, они безусловно будут еще без аттестации работать на маршрутах. В Алтайском крае на сегодняшний день аттестовано порядка 60 экскурсоводов. Соответственно, эти люди уже зарегистрированы в Едином федеральном реестре, перейти на который можно по QR-коду, расположенному на бейже экскурсовода, прошедшего аттестацию. Особенно важно наличие аттестации для инструкторов-проводников, ведь они несут ответственность, в том числе за здоровье и жизни людей. Сейчас ведь изменили в законе нормы. Если раньше мы говорили, что поход определяется количеством дней, сколько на маршруте, продолжительностью, то сегодня вы можете на два часа выйти, ну, например, просто хотите пройти какой-то порог, прокатиться, как сейчас говорят по катушке. Этот порог может быть третьей категорией сложности. Так вот, человек, который организует эти покатушки, он должен иметь опыт инструктора третьей категории сложности. Кстати, далеко не все инструкторы торопятся пройти аттестацию. Многие выжидают, желая отследить, как ее наличие будет контролироваться и какие штрафы ждут тех, у кого ее нет. Вопросов много, ответить на них и призваны подобные сегодняшнему съезды. Впрочем, как и на вопрос, какие промышленные предприятия готовы принять туристов, ведь промышленный туризм становится все более популярным. Предприятия идут навстречу. Для них это возможность показать себя, показать гостям, всем тем, кто интересуется тем или иным направлением в промышленности, ну и возможность получить, наверное, будущие кадры для отрасли. Сангаджи Тарбаев хотел бы услышать мнение участников форума «Визит Алтая». Съезд проходит в его рамках и о классификации гостиниц, а также горнолыжных трасс и пляжей. Как известно, этот закон в Госдуме приняли буквально на днях. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком. Больше 40 женсоветов региона и все на одной площадке. В Барнауле прошел женский открытый форум «Семья. Мама. Россия». В честь Дня матери и Года семьи его организовал Совет женщин при главе Барнаула. Как прошла встреча, расскажет моя коллега Мария Костылева. В открытии форума и его пленарной части приняли участие первые лица региона, представители социальной защиты населения, более 40 женсоветов от муниципалитетов Алтайского края и не только. Вы сегодня, барнаульцы, принимаете форум, который обнимает все ценности, выше которых нет в нашей жизни. И опять хочется поклониться тем нашим советам женщин, которые в полном смысле являются, как говорил президент, духовными скрепами на местах. Глава региона поздравил женщин и отметил, что с самого начала боевых действий в зоне СВО Совет женщин поддерживает военнослужащих на передовой и жители новых российских регионов. Кроме того, Совет помогает и детям, занимаясь подготовкой детских оздоровительных лагерей к лету, школ к учебному году, проверкой качества горячего питания. Это все лежит на их хрупких, но сильных плечах. В свою очередь от имени Совета женщин Валентина Косинова поблагодарила главу города и обратилась с просьбой продолжить работу на посту. Мы видим то отношение главы, какое именно к горожанам. Поэтому я от Совета женщин выражаю слова благодарности главе нашему Вячеславу Генриховичу Франку. И самое главное, мы бы хотели, чтобы он принял участие в тех выборах, которые были объявлены нашей Барнаульской городской думой. Самая торжественная часть форума – поощрение за заслуги. Глава города Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич наградили членов Совета женщин почетными грамотами. После пленарного заседания участницы форума продолжили работу на городских площадках. Елена Кузовкина, Мария Костылева. День с толком. В минувшее воскресенье в России отмечали День матери. Этот праздник призван выразить дань уважения близкому человеку, а также напомнить о большом труде женщин в воспитании детей. Особенно это касается многодетных мам. В Алтайском крае число таковых в последние годы растет. Быть родителем большого числа детей становится даже престижно, говорят специалисты. Но как организовать счастливую жизнь в многодетной семье, расскажем на примере одной из барнаульских. Меня зовут Анна Шаповалова, и это моя семья. Начнем от старшей, Ксении, Надежды, Андрей и Алиса. Детский гамм, смех и шум для семьи Шаповаловых норма. Более того, говорят родители четверых детей, без этого они свою жизнь уже и не представляют. Анна и Андрей с момента знакомства мечтали о большой семье. Когда мы познакомились с мужем, у меня был пример, у моей знакомой была семья из 11 детей. И меня это так вдохновило, я говорю, я тоже хочу 11. Вот, поэтому, наверное, ну где-то это было уже, в подкорке заложено, что будет много детей. Старшей девочке 9 лет, самой младшей 4. Дети практически по годке, но родители успевают и работать у каждого свое дело, и детей всесторонне развивать. Модельное агентство, художественная школа, футбол, вокал. В общей сложности три дочери и сын посещают с десяток кружков. Эффективно распределять время между работой и семейными обязанностями, говорит глава семейства, позволяет четкий тайм-менеджмент. Ежедневно супруги планируют следующий день. С вечера берем, все прописываем, потому что куча тренировок. Прям по часам расписываю, где моя работа, куда я еду, там по своим делам, потом забираю детей со школы на все тренировки. При этом семья Шаповаловых в полном составе. Участвуют в разных творческих проектах, регулярно ходят в кино, организуют выездные дни рождения и ежегодно путешествуют. На вопрос, было ли когда-нибудь страшно, что не смогут финансово потянуть большую семью, отвечают философски. Мне кажется, наоборот, чем больше детей, больше ответственности на себя берешь, тем больше Всевышний дает тебе для того, чтобы это все произошло, чтобы и обеспечить смог, и терпение дает, и силы. Супруги признают, что ощущают поддержку и от государства. К примеру, на каждого ребенка Шаповаловы ежемесячно получают единое пособие. Каждый год перед учебным годом им перечисляют средства на закупку школьных принадлежностей. А два года назад, благодаря соцконтракту, Анна смогла приобрести оборудование и открыть собственную студию лазерной эпиляции. Большая помощь. И действительно, кто, например, хочет еще рожать, и даже вот который материнский капитал, мы тоже им пользуемся, когда родили второго ребенка. То есть он нам очень помог именно купить квартиру. Большая семья – это не страшно, убеждены Шаповаловы. Наоборот, говорят супруги, только в такой можно по-настоящему выстроить гармоничные отношения, где нет места эгоизму, но много любви и заботы. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Город-курорт Белокуриха стал первым в Алтайском крае, где установили зимнюю красавицу. Новая искусственная ель уже создает новогоднее настроение жителям и гостям курорта. Причем нарядили елку в цвета российского флага, украсили только белыми, синими и красными шарами. Цветами триколора переливается и иллюминация. Елка готова к празднику. Рядом с ней установили светящуюся фигуру фотозону – елочный шар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова